Пипец, сейчас этот самый там, ну, знакомые гаишники рассказали, скажем так, ну, через них. Короче, всех там, всё начальство, все клинские гаицы, все там были, это случай резонансный. Там, считай, несколько, два часа, по-моему, сапсаны стояли. Баба спешила на электричку. Уебилась сначала в правый отбойник, потом типа в левый, там её что-то крутануло, она перелетела через это ограждение. То есть баба родилась в рубашке, но ещё неизвестно, как говорится, благо это или не благо. Смысл такой, она упала на провода, почему так вот не сильно этот ее XC90 пострадал, на проводах, с проводов, как почему только, потому что не ударила. С проводов она свалилась на крышу электрички, сломала ей только приёмник, потом уже с электрички свалилась на перрон, и вот покувыркала, снесла там вот эту остановку, да, там, получается, на перроне, да, проломила эти ограждения, уже улетела туда вниз. Причём на бабе, говорит, ни одного синяка. Все, говорит, такие, знаешь, приехали. Да не может такого быть. Отвезли её в нашу ЦРБ, в реанимацию, там её полностью просветили, просмотрели, всё нормально, никаких у неё нет повреждений, то есть вообще ничего. Все офигевают, да, ну, что там теперь её ждёт, это непонятно, потому что мало того, что, считай, она электричку расхерачила, новую, там, вагон, так это ладно, она, из-за неё там просто стояли всё направление, два часа, там она обесточила, получается, линию, а у них там что-то, если Сапсан полтора часа опаздывает, то возвращаются билеты. Если там сейчас, чувствую, на неё столько повесят где-то ущерба экономического, потому что была парализована железная дорога, то я, конечно, не знаю, что там её ждёт, на самом деле, баба 78-го года рождения, то есть залёт, конечно, там полный, просто полный, а так, да, спокойная, такая сидит, разговаривает с медиками, с гаишниками, вообще такая, ни одной царапины, упала, удачно, провода самортизировали, получается, падение, плюс крышу вагона, плюс на перрон, уже с перрон скатилось туда, что только не бывает, вот.